Да если дети до обеда хорошо потрудились, отец Петр вставал и крестясь говорил, щи и хлеб не зря съедены, а заработаны честным трудом, поэтому радость испытывайте великую. Иван Петрович Павлов действительно умел трудиться. Он отдал науке всю свою жизнь, работал до глубокой старости. 15 лет посвятил физиологии кровообращения, 20 лет – физиологии пищеварения, 35 лет – изучал кровообращение коры больших полушарий головного мозга. В 1904 году академик получил Нобелевскую премию, но больше всего он известен потомкам по выработке условных рефлексов у собак. Операционная хирургическая была, по подобию человеческому, стерильная. Те собаки, которые в эксперименте не могли участвовать, получали паек. Он, если словесно мог обидеть животное, он писал, у нас есть эта переписка. Джон, прости, прошу пардона, или не осрамись, голубчик, работай так же за прошлое, благодарю. Удивительно, но еще живы научные внуки Павлова, ученики его учеников. Он всегда призывал молодое поколение быть последовательными в накоплении знаний, приучить себя осваивать сначала азы науки, а лишь затем переходить к ее вершинам. Иван Петрович Павлов всегда был вне политических партий, однако он, как ученый, не мог не наблюдать мир и не высказывать свою точку зрения. Лекции он всегда начинал на такие публичные темы в военно-медицинской академии. О барстве и рабстве, об уме вообще о русском в частности, основу культуры животных и человека, рефлекс цели, рефлекс свободы. То есть мало кто знает о его научном наследии. Вы знаете, все дело в том, что сейчас, вот в наше время, дороже даже научных открытий Павлова нравственная чистота его имени. Академик Павлов был очень смелым человеком. Он писал письма в правительство, не боялся ни вызова в чеку, ни угрозу шибить. Кстати, 70-летие ученого готовят множество сюрпризов. Свой подарок сделает и мэрия. На заседании Городской думы решено выделить средства на ремонт кровли. Смета уже составлена. Осталось только выделить средства нам необходимые. И конкурсные работы пройдут. И я так думаю, что кровля будет отремонтирована. Я во всяком случае надеюсь, потому что это уже очень опасно. Сотрудники Музея усадьбы имени Академика Павлова тоже запланировали множество мероприятий к юбилею ученого. Среди них балы и выставки, научные чтения и фестивали. В гости ждут всех желающих. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания Город.